Трудно в это поверить, но у жителей домов посёлка Ленинский до недавних пор не было горячей воды. Более 30 лет они обращались в разные инстанции с просьбой установить им в квартиры газовые водонагреватели. Другим способом решить проблему не было возможности из-за архитектурной конструкции зданий. Зинаида Ивановна Грачёва весной пришла с наболевшей проблемой на приём к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову. И, наконец, в её квартире из крана потекла горячая вода. Жить захотелось, я говорю, жить захотелось. То вообще тоска была зелёная. А сейчас, по крайней мере, мы людьми себя почувствовали. Вместе с главой района Вячеслав Александрович лично приехал проверить работы, проведённые в домах посёлка. Но прежде они остановились, чтобы пообщаться с жителями. Президент совсем недавно сказал, что избранные люди, которые получили доверие от народа, должны, в общем, вникать в ситуацию, общаться с жителями. И, ну, он совсем недавно сказал, мне кажется, это правильный посыл. И мы таким образом здесь и работаем. Вот на всех приёмах, которые мы проводим во время региональной недели. Благодаря взаимодействию с населением, местные власти услышали и о других проблемах посёлка. С газом мы не ограничились. Мы решили, в первую очередь, заявились по программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Мы здесь сделали новый асфальт, значит, обновили полностью, поставили, значит, освещение. Вот. И зашли ещё комплексным благоустройством тридворовой территории. Пользуясь случаем, собравшиеся обратились к представителям власти с вопросом о транспортной доступности. В настоящий момент добраться отсюда до видного, не имея личного транспорта, довольно проблематично. Всегда ответы приходят. У вас, говорят, три маршрута. 10, 39, 40 и 42. Простите, но они идут в московский один. Не один из них, а один раз в семь часов. Муниципальные депутаты продумают возможности запуска других маршрутов общественного транспорта. Чтобы доехать до нашего видного, 45 рублей заплатить. Опять сесть там, пересесть на какой-то автобус, который у нас с вами там идёт до метро, ещё раз заплатить. То есть 90 рублей, ну это, конечно, не дело. Здесь тоже нужно вопрос решать. Все обращения, поступившие во время встречи, будут взяты на контроль сотрудниками администрации. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.